Благотворительная программа «Норильского никеля. Мир новых возможностей» создана, чтобы воплотить в жизнь самые смелые проекты. Уже успешно работает передвижная выставка музея цветного камня. Бабушка на час приходит в гости к тем, кому это нужно, а слабовидящие катаются на велосипеде. Все это стало возможным благодаря поддержке «Норникеля». А некоторые проекты еще только ждут своей реализации. В их числе «Живое слово». Что это за проект, расскажут наши корреспонденты. «Живое слово» – это литературный фестиваль, который пройдет в Манчегорске в первой половине 2015 года. Символизируя стартовавший год литературы, проект нацелен на знакомство горожан с авторами Манчегорска, писателями Мурманской области и прозаиками российского масштаба. Чтобы провести эти встречи достойно, Манчегорской ЦБС нужна поддержка. Это в первую очередь, безусловно, финансовая поддержка. Спасибо большое КГМК. И вообще, кроме финансовой поддержки, просто спасибо за моральную, потому что чтение и литература – это все-таки… Несмотря на то, что этот год объявлен годом литературы, он всегда остается важным. В рамках проекта планируется приезд в Манчегорск двух авторов – Владимира Шарова и Дмитрия Емца. Первый писатель будет интересен взрослой публике, поскольку является автором исторических романов. Его еще называют мастером интеллектуальной провокации, ведь его книги сочетают в себе историческую реальность и фантастику. А второй столичный гость – Дмитрий Емец – порадует юных любителей чтения. Он начинал как детский писатель, но потом увлекся фантастикой. Как он себя называет, я пишу для детей от 6 до 99 лет, и поэтому ушел вот в такую фантастику. Но фантастику он свою называет городской фантастикой, уличной фантастикой, вот такой вот. Ну и к этим встречам у нас будет еще вот сейчас объявлен конкурс иллюстрации к его произведениям. Это значит, что все желающие ребята до 19 марта смогут представить свои работы на конкурс. В эти же дни состоится приезд писателя и его встречи с юными манчегорцами. А взрослые читатели смогут познакомиться с Владимиром Шаровым уже скоро – 14 февраля в 16 часов. Встреча пройдет в читальном зале Центральной городской библиотеки.